Нон-стопом пропустили. Что с командой произошло? Рано уверовали, что победа рядом? В принципе, играли хорошо, лидировали. У нас было две шайбы в запасе. Пропустили третью и, в принципе, они сменили на шестого, забили, сравняли за минуту до конца. И последнюю шайбу в овертайме оставили просто человека на пятаке, как четвертую, так и пятую шайбу. То есть, надо немножко понадежнее сыграть сзади, то есть, не оставлять людей в одиночестве перед вратарем. В принципе, так играли хорошо и будем готовиться к следующей игре. А в чем причина все-таки того, что, ну вот, СКА может выдать один матч очень строгий, а во втором наделать таких ошибок, что за голову хватаешься? Не, ну, почему? Иногда бывает и в тех матчах у нас были какие-то, может быть, пару раз мы оставляли кого-то. То есть, ошибки случаются в каждой игре. Сегодня просто они реализовали больше, чем, допустим, в первой игре. Поэтому игра получилась такой. Много забитых шайб. Ну, естественно, мы должны немного лучше сыграть в защите. Когда овертайм брал локомотив, о чем говорили на скамейке у нашей команды? Когда они 30 секунд брали. Ну, как, мы знали, что они сейчас будут менять на шестого полевого вратаря. Поэтому установка была, естественно, играть как можно ближе, ну, в центре площадки. То есть, не вытягиваться далеко, потому что они будут разыгрывать и выводить кого-то на ударную позицию. Поэтому получилось так, что пошли немножко более активно, чем надо было. И оставили человека на пятаке. Это та ситуация, когда можно было бросать поворотом, по пустым, да, удаление? Ну, не одна уброска. Да, в этой ситуации, как бы, ты особо не думаешь об этом. Это есть ли у тебя, конечно, есть конкретно ты отобрал шайбу и у тебя есть время, чтобы бросить там и все остальное. Но, конечно, я не помню, чтобы у кого-то была такая возможность, чтобы спокойно разобраться так с шайбой. Поэтому там задача была отстоять ворота и как бы ждали своего пятого. То есть, в перерыве передовольтайном раздевалке было тихо или громко? Что-то обсуждали бурно или наоборот были шоки и молчали? Не, ну почему? Мы уже были в этих, в таких ситуациях до этого. И, то есть, овертайм, овертайм. Никто не говорил, что будет легко. Это же плей-офф. Поэтому, как обычно, настраивались, чтобы выходить и играть было. Были моменты у нас забить. Поэтому это хоккей. Надо сделать выводы, посмотреть видео, ошибки и не делать их в следующий раз. Алексей, а вот Ваше звено, которое сформировалось именно перед первым матчем плей-офф. Как Вы думаете, насколько комфортно играть в таком сочетании? И как Вы думаете, сохранится ли оно на Ярославский матч? Ну, мы посмотрим, что будет дальше. На данный момент мы сыграли сейчас две игры. То есть, и, как Вы знаете, у нас несколько травм. То есть, мы пытаемся найти какие-то сочетания, которые будут работать. Поэтому, на данный момент у нас такие сочетания. Все может поменяться. То есть, посмотрим, как будет дальше. Ну, неважно, в ком сочетании ты играешь. Надо выходить и делать свою работу. Сценарий серии СССР повторяется в том плане, что первый матч 1-0, а второй результативный. Есть ли какая-то закономерность в этом? Ну, я не знаю, если есть закономерность какая-то. То есть, как бы две игры за два дня, естественно, может быть, где-то какие-то допустили, как я уже сказал, ошибки. Поэтому, может, в этом плане. Но забили-то, в принципе, достаточно для того, чтобы выиграть. Просто надо было чуть-чуть надежнее сыграть в защите и не дать им забить. Ну, сегодня Локомотив в другой хоккей играл, да, чем вот в первом матче? Ну, они шли более активно двумя в зоне. То есть, они персинговали наших защитников, не давали практически им спокойно встать и начать атаку. То есть, они шли сразу же активно и тем самым выгоняли их и создавали сумбур. Поэтому сейчас посмотрим видео, сделаем выводы. Надо просто играть побыстрее в пас друг по другу и выходить из зоны. Алексей, а чем объяснить, что Ярославль, измученный из семиматчевой серии, с «Динамо» выглядел даже свежее, чем СКА, который имел вот неделю отдыха? Ну, я не знаю, чем объяснить. То есть, я думаю, ребята все старались, работали. И подошли к этой серии в полной боевой готовности. То есть, все дело в том, что надо просто играть надежно, как я уже сказал, в защите. То есть, какие-то нюансы подкорректировать. Я думаю, все находятся в хорошей форме, все ребята. Поэтому никаких проблем с этим нет. Будем готовиться к следующему матчу. Впереди два матча в Ярославле. На что нужно сделать упор, чтобы не повторить сегодняшний результат? Ну, упор. Естественно, мы знаем, что мы можем забить достаточно для того, чтобы выиграть. Единственное, что надо просто играть все 60 минут. И сделать акцент на то, чтобы не создавать им условия для легких голов каких-то. И не терять людей, не оставлять их. Поэтому, я думаю, это будет главным в следующих двух матчах. И, то есть, будем отталкиваться от этого. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова